Музыкальная инъекция Ну это плакат из шведского журнала Постер, он сейчас не существует Это в 70-е годы очень популярный журнал был в Европе Ну и этот плакат мне достался там неимоверными какие-то способами Там путем обмена, там какого-то взаимного переплата Было два концерта в Омске, в цирке и группы Юрайхи Я смог пробиться к ним в гримерку и взял автографы участников группы Именно этого состава, это кстати плакат 77-го года И из того состава у меня только нет автографа самого Кена Хенсли Кен Хенсли, британский музыкант, поэт, композитор Неофициальный титул – серый кардинал мелодического рока Мировую известность получил как участник легендарной группы Юрайхи В преддверии своего 70-летия побывал в России с новой акустической программой «Мистическое путешествие» Я уже больше месяца постоянно в дороге, пока идут гастрольные туры Потерял чувство возраста и времени Иногда от усталости чувствую себя так, как будто мне 200 лет Но каждый вечер, когда я выхожу на сцену петь, мне снова исполняется 11 Музыка Что происходит с объектом? Похоже, он устроил засаду, но пока выжидает. Продолжайте наблюдение. Первое стихотворение Кен Хенсли написал в возрасте 7 лет. Сейчас в его музыкальном багаже 340 песен собственного сочинения, многие из которых стали мировыми хитами. В гастрольные туры легенда британской рок-сцены отправляется со специальной книгой, где записано большинство композиций. Перед каждым концентом Кен, в зависимости от места и настроения, выбирает из нее два десятка песен, которые и будет играть. Рок-музыка многим кажется очень громкой, бунтарской, агрессивной. Но не стоит обращать внимание только на внешнюю сторону. Важно найти зерно, услышать суть песни. И тогда вы поймете, что я никогда не писал тексты, в которых были бы призывы все взорвать и разнести. Никогда не занимался пропагандой грехов и плохих поступков. В этом смысле моя совесть абсолютно чиста. Субтитры создавал DimaTorzok Шеф, объект вышел из-под контроля. Он прямо у сцены. Спокойно. Это просто общение. Несмотря на свой звездный статус, мистер Хэнсли – большой поклонник живого общения с публикой. Во время сольных концертов он разрешает фанатам вплотную подходить к сцене и задавать любые вопросы о творчестве и личной жизни. Причем отвечает с максимальной откровенностью. Самая большая ошибка, которую я совершил в жизни – это моя зависимость от наркотиков. Я употреблял их на протяжении 16 лет и в итоге оказался полностью опустошен, превратился в мусор, в отходы. Я подсел на кокаин, когда мне было 26. Молодой, беззаботный парень, моя группа была очень успешна, у меня была куча денег, я транжирил их направо и налево. И всего лишь однажды, попробовав наркотики, я попал в зависимость. Я до сих пор жалею об этом и всегда буду жалеть, потому что это самая ужасная вещь на свете. Своё выздоровление Кен называет настоящим чудом и признаётся, что спасла его вера в Бога. Однажды утром он просто выбросил все наркотики, которые были в доме, и больше ни разу к ним не прикоснулся. О трудных временах своей жизни он честно рассказал в книге мемуаров. Это было и в 70-е, и сейчас многие рок-команды стремятся выглядеть неординарно, порой даже демонически, и пускаются во все тяжкие. Это неправильно. Для меня образец поведения музыканта Элис Купер. Мы довольно долго с ним дружили. Так вот, если ты умный человек, то должен понимать, что это всего лишь имидж. Ты играешь спектакль для публики в образе грязного, злобного и ужасного рокера. Но когда мы сходим со сцены, то становимся нормальными людьми, а те музыканты, которые вовлекаются в это всё на полном серьёзе, умирают. Агент, ну что там у вас происходит? Шеф, похоже, миссия выполнена. Объект вышел из засады, установил контакт с иностранцем, вещественные доказательства зафиксированы и прилагаются к делу. Легенда мировой рок-музыки Кен Хенсли стал новым героем нашей рубрики «Рингтон». Мы продолжаем рассказывать о том, какие мелодии выбирают звёзды для своих телефонов. У меня нет каких-то специальных гудков. Я просто не знаю, как их ставить. Иногда я слышу очень крутые рингтоны на телефонах других людей, но сам не умею это делать. На моём стоят те, что закачаны изначально, на фабрике. Всё очень простенько. Ну вот, для примера. А СМСки вот такие. На самом деле, я пытался выбрать в этом телефоне другие звуки, но они такие ужасные, что сводят меня с ума. Я их удалил. Агент, а у вас что, ещё новогодние каникулы не закончились? Все уже на работу давно вышли, а вы тут без дела сидите. Шеф, так я тоже работаю. У меня задание – найти точку отсчёта. И что вы там считать собираетесь? Омские рок-группы. Почему до сих пор не приступили? Да иду я уже, иду. Здравствуйте, меня зовут Роман Гибский, и я вас сегодня познакомлю с омской рок-группой «Точка отсчёта». «Точка отсчёта» Роман Гибский, Субтитры подогнал «Симон» Точка отсчета, она образовалась в 2009 году. Название, оно появилось, скажем так, всеобщим усилиями. То есть все четыре человека выдумывали. Это означает то, что в любой момент, то есть бывает так, что разные трудности в жизни, и не надо бояться начинать сначала все. Хотелось сделать объемную музыку, скажем так, чтобы это была такая волна. Волна, и в то же время это смысл. Смысл текстов не так просто, что вот эта вот вся наша эстрада пестрит, там, я тебя люблю, ты меня не любишь, и все, конец. Нет, то есть это такие какие-то духовные ценности. Центром этой барабанной установки, как ни странно, являются не барабаны. Самое главное вот здесь, это вот эта вот коробочка, которая по сути является, ну если Рома является, наверное, сердцем, то вот это мозг группы. Это портостудия, соответственно, с нее включаются фоны, разнообразные подложки музыкальные. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая первая серьезная гитара — это вот эта. Она тогда выглядела несколько иначе. Когда я посмотрел на гитару в каталоге, я сказал, мне вот не нравится вот это, вот это, вот это. Рожок там слишком длинный, перо там немножко не такое. С учетом пожеланий мастер сделал. Я к нему ходил, наверное, раз в 10. Он в 2 месяца ее делал, красил. Там цвет мы долго выбирали. Денег я за это дело отдал. По тем временам, наверное, тысяча долларов это где-то было. Я попросил маму, я сказал, ну, мама, мне надо. А я тогда был бедным студентом. Вот я принес это чудо домой, и она на это смотрит и говорит, это вот эта доска, это то, на что я отдала столько денег. Я говорю, мама, ты что, ты разве не понимаешь? Ну, когда я ее включил, тогда она послушно сказала, ну, да, теперь я понимаю. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Этот инструмент, скажем, появился со мной, ну, года три назад, может быть, где-то так. Вот, то есть, если вы видите, он немножко, скажем так, потрепался. Вот у него есть две вот такие вот трещины. Эти трещины, они вот как бы свидетели наших переездов, поездок. То есть вот эта трещина, она появилась, когда мы ездили в Новосибирск. Вот, а вторая, это мы ездили как раз вот в Сочи на фестиваль. Знатоки и мастера гитар скажут, ой-ой-ой, это вот надо сделать, надо это. Ну, для меня это какая-то память, и пока она меня не подводит, гитара. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мне мама подарила компьютер на мой день рождения. Это для меня был очень серьезный подарок и очень серьезный для бюджета семьи, потому что это были лихие нулевые. Она у меня ездила на север вахтовым методом работать. Вот. Один раз она уехала, и как раз получилось так, что я начал играть в группе, и мне захотелось иметь гитару свою. Буквально за неделю он нашел покупателя на этот компьютер и продал его. Конечно, это был для матери большой шок, когда она приехала и увидела гитару вместо компьютера. Ну, и для меня это было, как я от сердца отрывал, я очень люблю видеоигры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я только пришел сюда играть, я не взял с собой своих палочек, и вот конкретно вот здесь на базе хранились эти палки. Я уже даже не знаю, сколько им лет и от кого они, но вот в итоге вот это вот их изначальная толщина, а вот это вот то, как они сработали за все время. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, всем пока. В данный момент «Точка отсчета» записывает свой альбом, поэтому все желающие могут ознакомиться с нашим творчеством и послушать этот альбом на нашей страничке ВКонтакте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такая группа не могла не родиться на российской рок-сцене. Похоже, именно подобного звука не хватало. Таблоидам неизвестно, по доброму умыслу или по наитию музыкальных богов, но в 2002 году слот заиграли в альтернативный рок. И практически сразу их отметили. Как критики, так и фанаты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыканты не зациклились на тяжелом электронном роке. Их композиции достаточно разнообразны. Иной раз включаешь следующий трек и думаешь, что ошибся, поставив в другую группу. Мне будут снова-снова сниться Обломанные руки-крылья Глаза, обавшие ресницы Хотел забыть, но не забыл я Как мы лелеяли надежду И не умели притворяться Но знали, мир не будет прежним Как только ступит восемнадцать Складно сшитый альтернативный рок Вокалистка, провоцирующая у старшего поколения Приступы мигрения от вызывающих нарядов И четверка парней, о которых мечтает Любая девушка готического вида Это залог шествия слота по городам, хит-парадам и весям Мой ангел-ок Порхает крылья наружу Зачем-то я ему нужен Следи глазок И в темноте светит светом На все приходит ответом Есть группы, которые на свет появляются Благодаря включению их композиций В саундтреки популярных фильмов В случае со слотом все наоборот Сотворив из альтернативы тренд Их песни появились в кино На сегодняшний день уже девять фильмов Обременены творчеством московской группы Явив миру семь музыкальных альбомов Команда не отказывает себе в удовольствии Исполнять каверы То, что музыкантам нравится Преосмысливать чужое, сомнений нет Они устраивают порой целые концерты Из хитов известных групп Музыка не спорт Лучший рок-вокал Группа неоднократно становилась Лауреатом премии РАМ А в 2011 году По версии американского журнала Револьвер Нуки попала в топ Самых горячих мировых рок-див Так что дорога на запад открыта Но пока они едут на восток И 12 февраля появятся в Омске Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музыкальная инъекция Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова